Тема нашего занятия – «Особенности законодательства». Нам потребуется с вами несколько законов. Это Земельный кодекс Российской Федерации, статьи 19.11-19.13 и 19.18 о продаже и аренде земельных участков. 101-й Федеральный закон об обороте земель сельхозназначения, о проведении публичных торгов по продаже земельных участков и земель сельхозназначения. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка на право заключения договора аренды принимается уполномоченным органам, в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц. Запрещается объединение двух и более земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в один лот аукциона, если иной не предусмотрено федеральным законом. Кстати, арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов. Только в этой секции есть реестр недобросовестных участников аукциона. В него вносятся сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка. Ведет реестр, уполномоченный правительством Российской Федерации, орган исполнительной власти. Доступен для ознакомления на официальном сайте торги.гоф.ру. Исключение сведений после двух лет со дня внесения. Обжалование заинтересовано лицом только в судебном порядке.